Ныть, США, невеста была мечтой в Дирндле, но Путин украл шоу. Мелисса Эдди, Тенеу-Йорк Тимес, США 21 августа 2018 года Президент России Владимир Путин всегда демонстрировал мастерство в игре перед камерами, как тогда, когда он позировал топле с верхом на лошади, ездил на мотоцикле с байкерами или танцевал с татарами. В воскресенье это его умение снова было на показ. На этот раз российский автократ сделал короткую остановку в Штирии, появившись на свадьбе министра иностранных дел Австрии. После этого он отправился на сложные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин гулял на свадьбе только час и двадцать минут. Однако, этого хватило, чтобы устроить шум в альпийской стране и за ее пределами. Далеко не все комментарии были положительными. Оппозиционные политики и лидеры Украины говорили, что присутствие российского президента на свадьбе вредит австрийской внешней политике, ведь Вена как раз председательствует в Евросоюзе. Еще до того, как Кремль подтвердил, что Путин поедет на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, событие уже приобрело политическую окраску. Ведь кроме российского автократа среди приглашенных гостей был также канцлер страны Себастьян Курц, лидер право радикальной партии «Свободы» Ханс Кристиан Штрах и другие члены правительства. Министерство Кнайсля объявило, что вечеринка была частным делом и никак не повлияет на внешнеполитический курс страны. Кнайсля была выдвинута на должность министра иностранных дел после того, как партия «Свободы» вступила в правящую коалицию в декабре. Перед тем Штрах и его лидеры националистической силой ездили в Москву, где они подписали соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» Путина. Австрийские националисты неоднократно призывали отменить санкции против России, которые Евросоюз ввел в ответ на российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма в 2014 году. Я обычно не комментирую высшее общество, но если австрийский министр иностранных дел вынужден оправдываться и уверять, что ее курс во внешней политике не изменится из-за этого частного визита, «Тогда вещи приобретают интересную новую форму, которая заставляет печальную улыбку появиться на моем лице», написал в Твиттере министр иностранных дел Украины Павел Клинкин. В этом году Австрия отказалась присоединиться к другим странам Запада в реакции на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Вена не выдворила российских дипломатов, сославшись на свой нейтралитет. В субботу на свадьбе к Путину было приковано наибольшее внимание, хотя он был лишь одним из ста гостей на церемонии. Согласно местным традициям, невеста была одета в дирнгл, женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов, примечание редакторов. Путин в подарок привез с собой целый хор казаков, которые спели на свадьбе. Кроме того, российский автократ подписал табличку «Только что женатый на белом Volkswagen Beetle», который принадлежал молодоженам.